Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я приветствую всех гостей и участников научно-практической конференции «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Сибирском федеральном округе». Сибирь имеет для службы борьбы со СПИДом очень важное значение, поскольку позволяет сформировать важнейший контур работы, трансформационный, от обремененного наркопотреблением региона к стратегически важному, располагающему ресурсами для обеспечения лекарственного суверенитета страны. Уверена, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание сотрудничества по всему комплексу жизненно важных вопросов. Именно в этом состоит задача наших рабочих встреч – проанализировать текущую работу и выверить ресурсы с ориентиром на высокую планку российских стандартов оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и их семьям, а также профилактических мероприятий. Определить узкие места регионов в контексте усилий по противодействию ВИЧ и СПИДу, а также их продуктивный потенциал. И дальше проработать системную и многоаспектную эффективную политику, включая широкие социальные программы, которые вступают очевидным контекстом медицинской проблематики. И основные выводы станут основой совершенствования ситуации по ВИЧ-инфекции в собремененных субъектах Российской Федерации в кратко-, средней и долгосрочной перспективе. Утвержденный правительством Российской Федерации план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 года определяет целевые точки развития с опорой на совершенствование именно регионального опыта. Ведь несмотря на значительные общие успехи России на фоне современного мирового здравоохранения, стабилизацию ситуации по ВИЧ-инфекции, элиминацию вертикальной передачи заболевания, расширение охвата населения скринингом, непрерывное широкое международное сотрудничество, в нашей стране есть как более, так и менее пораженные регионы. Именно с пониманием этого в обновленной госстратегии предусмотрен ориентир на внедрение индивидуальных и адресных программ профилактики ВИЧ-инфекции с учетом региональных особенностей на безведомственной основе, а также в контексте широкого межрегионального взаимодействия. Мы стремимся к тому, чтобы все регионы, в особенности сложные, стали максимально безопасными и стабильными в плане ситуации с ВИЧ-инфекцией. Позвольте пожелать нам всем удачи на этом пути и еще раз поздравить с открытием нашей сегодняшней конференции.